За какие ужасные проступки увольняли учителей в вашей школе? В седьмом классе мы читали роман, в котором было слово «негр». Один парень в моем классе сказал, что он оскорблен этим и отказался читать, выполнять задания, потому что он и его люди были подвергнуты рабству и расизму, который все еще не искоренен в наши дни. Учитель ответил, ближе всего к рабству ты был в тот момент, когда доставал хлопковую ватку из бутылки с таблетками. В нашей школе изобразительное искусство во всех классах преподавала одна и та же учительница. Она была известна своей резкостью и придирчивостью среди учеников, но взрослые относились к этому как к детскому нытью. Но в конце года наша школа не попала в список лучших, потому что учительница из зоне поставила ни одному своему ученику оценки выше тройки. Ее уволили. Моим учителем рисования в начальной школе была одна милая полная дама, которую все любили. Спустя 15 лет она появилась на облажке местной газеты за взлом автомобилей и использование украденных кредитных карт в магазине одежды. Кто бы мог подумать. Один из моих учеников сын директора. Я поймал его на жульничестве на моем выпускном экзамене. Нужно было дать определение одному термину, и он полностью списал точный ответ из гугла. Я, конечно, поставил ему неут. Мне предложили исправить оценку, но я отказался, и меня уволили. Я слышал, что в итоге оценка была исправлена на тройку без моего согласия. Поясняю, я видел, как он использовал свой телефон. Я просто спросил, почему он заглядывает под стол. Он сказал, что играет на телефоне, а затем заявил, что это не противоречит правилам. Вопрос заключался в том, чтобы дать понятие скорости. Это достаточно просто, можно кратко описать своими словами, используя не больше пяти слов. Он написал три предложения, что было слишком хорошо для парня, который не потрудился запомнить формулу F равно MA. Он списал определение с одного из первых результатов поиска гугл. Ученики и учителя знали, что этот ученик часто такое вытворяет. Другим ученикам было на него плевать, а большинство учителей не хотели иметь проблем с директором. Мне не хотелось спорить с руководством, и я ушел без скандала. Он умер. Понятия не имею, почему в школе сказали, что его уволили. Мой препод по рисованию спалился на том, что нарисовал свою обнаженную студентку. Хотя она и была совершеннолетней, ей уже было 20 лет, и это было сделано с ее согласия, но его все равно уволили. Укрывательство сбежавшего заключенного из другого штата. Итак, история. Ее звали Мисс Б, лет 35, с мышиными каштановыми волосами и самой большой, самой доброй душой. Она переехала в наш городок летом, перед моим выпускным годом, и получила работу преподавателя испанского языка в маленькой средней школе. Она была родом из Кентукки, который находится в нескольких штатах от нас, и ее семья все еще жила там. Она была потрясающей, позволяла ученикам многое. Она преподавала у меня испанский целый год. В середине семестра она приходит в класс позже, чем обычно, и рассказывает нам о том, что с ней случилось. Ее дядя сбежал из-под федерального надзора в Кентукки и скрылся. Он оказался в ее доме, где она его и приютила. «Он член нашей семьи», — сказала она. Полицейские приходили к ней домой и спрашивали о нем, но она все отрицала. Они уходят, но некоторое время следят за ней и ее домом. Они выясняют его местонахождение и снова связываются с ней, давая ей понять, что укрывательство беглеца является серьезным преступлением. Она снова все отрицает. Они уходят, чтобы вернуться с ордером. Она приходит утром в школу. Она знает, что происходит, и приходит в класс, чтобы все нам объяснить. Она даже спрашивает, есть ли у нас какие-нибудь вопросы. Боже, она была такой классной. Через несколько минут наш директор стучит в дверь и просит поговорить с ней на минутку, а также, чтобы она взяла с собой свои вещи. Сквозь слезы она прощается с нами и говорит, что ей нравилось быть нашим учителем, и она желает нам удачи в жизни. Это был последний раз, когда мы ее видели. Подруга утверждала, что видела, как ее выводили в наручниках. На следующий день ее дом пустовал, а машина исчезла. Нам было запрещено обсуждать все, чем она поделилась с нами в классе, а это значит, что все сразу же узнали об этом. До конца года нам прислали другого учителя на замену. Преподаватель английского языка был уволен в середине урока, а на следующее утро его выпроводили из кампуса. Студенты нашли его аккаунт в Твиттере. Он использовал этот аккаунт, чтобы писать твиты на звезд взрослого кино, использовать свои пикантные фотографии, угрожать политикам, публиковать свой список желаний из Амазона с довольно сомнительным содержимым. Самое крутое было то, что мы узнали, что его соски на самом деле были проколоты. Мы давно подозревали об этом. Мистер М был нашим учителем естественных наук в шестом классе, и все его любили. Он был строгим, но справедливым учителем, который всегда должен был убедиться, что мы все поняли материал. И даже сделал изучение научного материала удивительно приятным. Каждую пятницу он надевал дурацкие ярко-красные туфли, а на дни рождения фотографировался вместе с именинником, стоящим на учительском столе. Как я уже сказал, этот чувак был великолепен. Во время одного урока, когда я учился в восьмом классе, один ученик уронил градусник на пол, разбил его и пролил на пол очень маленькое количество ртути. Мистер М убрал его, но, по-видимому, не так, как следует, по мнению администрации. Как только они пронюхали об этой истории, он был вынужден уйти по собственному желанию. Очевидно из-за того, что якобы подверг учеников опасности, хотя такое мизерное количество ртути даже близко не было бы опасным. Все были расстроены. Куча школьников скинулись, чтобы купить ему новую пару красных туфель. Последнее, что я слышал, он получил отличную работу в другой школе. Там его тоже любят ученики, так что это хорошо. Мы с ним друзья на фейсбуке и иногда переписываемся. Моя преподша злилась на прихрамывающую студентку за то, что она недостаточно быстро ходит. Когда студентка попыталась объяснить свою хромоту, учительница настаивала на том, что вся хромота была у нее в голове, и она притворялась, чтобы досадить ей. Эта преподша была сукой весь год. На экзаменах она не отходила ни на шаг от студентов и искала у них шпаргалки. Придиралась ко всем парням, потому что все парни ленивы. Имела любимчика, который получал высокие оценки и так далее. Но то, что она оскорбила эту девушку, стало для нее последней каплей. У нас училась одна полная девушка по фамилии Макдональд. Однажды она пришла в класс, и учитель неудачно пошутил. О, вот и Биг Мак пришел. Важно отметить, что он высокий и бледнолицый мормон, самый большой шутник в школе. Она обиделась и доложила в администрацию школы, и у них действительно не было выбора. С тех пор все ненавидели эту девочку, потому что он был всеобщим любимым учителем. Он преподавал испанский язык в восьмом классе, и все младшие ученики поскорее хотели попасть к нему на уроки. Он был живой легендой в этой школе. Девочка ушла сразу после окончания учебного года, потому что у нее не было друзей. Что касается учителя, то он устроился на работу в другую школу, и все до сих пор его помнят. Наш директор был пойман на взломе на строительную площадку и краже досок, из которых он хотел построить своей маленькой дочери дом на дереве. Его не уволили, он был отправлен на бессрочный больничный. У меня был профессор, у которого случился нервный срыв прямо на занятии, потому что он потерял все свои деньги в мошеннической пенсионной пирамиде. Бедняга. Она работала по ночам в баре Топлес. По крайней мере, у нее была неплохая высокооплачиваемая подработка. Мой папа учитель. Однажды он увидел, что одну из учительниц изобразительного искусства накануне опубликовали на третьей странице газеты ВСАН с обнаженными сиськами. В тот же день ее уволили, и больше она никогда не работала учителем. Это было после того, как я переехал, но один мой друг рассказал мне, что один из его одноклассников сказал что-то ужасное о покойной жене одного учителя. Учитель очень разозлился и сказал много лишнего. Это было действительно удивительно, потому что он был известен во всей школе за то, что был очень холодным, смешным и приземленным. Он сам дал себе прозвище «старый лысый парень». Медсестру в моей школе уволили после того, как она позвонила моей маме и сказала, что я притворяюсь больной, чтобы уйти из школы. Она не измерила мне температуру, просто сказала, что я выгляжу слишком возбужденной. Так что это должно быть либо месячное, либо притворство. У меня была ангина и температура 39 градусов. Не учитель, а студент-аспирант, который преподавал у нас в школе курс искусства фотографии. Он купил камеру, чтобы мы могли ею пользоваться. Одна из девочек в моем классе просматривала фотографии, которые она сделала, начала прокручивать и заметила фотографию сосиски. Когда наш аспирант заметил это, он сказал «Упс, давайте просто сохраним это в секрете между нами». Она была шокирована, а он уволен. Учитель физкультуры средней школы уволен за унижение учеников и дедовщину. Он регулярно требовал, чтобы все ученики ползали по спортзалу на четвереньках, уткнувшись носом в пол и при этом скандировали фразу «Бип, бип, я джип». Наверное, у него еще была связь с учительницей иностранных языков. Но это не точно. Он переживал кризис среднего возраста, пришел на работу с залитым и врезался в машину другого преподавателя на парковке, прежде чем отправиться в класс. У меня был такой учитель. Он постоянно исчезал во время занятий. На самом деле он преподавал только около третьей времени. Он ходил с одной и той же банкой Пепси круглый год, наполненной вовсе не газировкой. Она продавала ученикам оценки за деньги. Это вызвало много проблем у администрации, потому что она преподавала в выпускных классах. Поэтому возник спор о том, следует ли ребятам переделывать работы, это было за несколько месяцев до окончания школы, или же их следует простить, потому что ученики не были виноваты в том, что слушали учителя. Он угрожал особо назойливому студенту, пока тот разговаривал с мамой по телефону, а мама услышала и перепугалась. Учитель английского языка в моей школе был арестован за то, что он принял что-то и ворвался в дом своих соседей, чтобы приготовить суп. Сосед проснулся примерно в три часа ночи от шума и позвонил в полицию, думая, что это грабитель. Как только они узнали, что это был их сосед, они все поняли и немного успокоились, потому что, видимо, учитель английского языка иногда был немного не в себе. Однако его нашли голым, сидящим на диване и поедающим уже теплый суп. Его, наверное, уволили бы, но он всем нравился, поэтому его отправили в отпуск, а потом преподавать в школу для малолетних преступников. В моей школе был учитель, которого уволили после того, как дети нашли его профиль на сайте знакомств. Это было так странно. Он не говорил о своем профиле в школе, это была его личная жизнь и никто не вправе был вмешиваться. В профиле не было ничего криминального и ужасного, он просто хотел познакомиться с женщинами своего возраста. Так или иначе, дети сообщили, что нашли его профиль и администрация уволила его. Он успешно выиграл суд со школой по поводу незаконного увольнения. Девочка отпросилась в туалет, а учитель-мужчина отказался. Она сказала, что ей нужно идти, потому что сегодня именно эти дни. Он дал ей салфетку и велел доказать это. Она выскочила из класса, позвонила своей маме, которая закатила скандал у директора, и его уволили в течение дня. Это был не настоящий учитель, а его замена, но все же. У него было очень строгое правило не звонить по телефону в классе. Если он увидит телефоны, то отберет их. Одна из девочек сидела в центре класса, и он постоянно просил ее отдать свой телефон. Она отказалась и продолжала корчить смешные рожи на камеру. Затем он схватил ее за руку и попытался силой отобрать телефон, но она зажала его между ног. Ну, это был настойчивый человек, и он действительно хотел забрать телефон. Ну, вы можете догадаться, что произошло дальше. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну, а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok